Хочу я с вами поделиться информацией, как правильно менять пыльник тяги со стороны пассажира. Внутренний, так скажем, а не наружный, а внутренний. Ну и наружный тоже. Проблема в том, что мне меняли два раза пыльник. И неправильно поменяли. Пальцевали они молотком. И первый раз поменяли сразу же, ну сразу же он потек. На второй день я посмотрел, он уже был протекший. Пошел к ним, взял их наебанный в рот. В итоге они мы второй раз поменяли. Завальцевали, еще засиликонили там герметиком. И в итоге он продержал меня какое-то время, но тоже он начал подтекать. И я уже в третий раз сам уже поехал к другим мастерам. И покажу, как я это сделал. Как правильно его надо менять. И вальцевать надо. Ну вальцевать надо, а не молотком. Но для того, чтобы можно было это все делать на токарном станке, надо менять оба пыльника. И наружный, и внутренний. Наружный мешает внутренним, так сказать. Шрус не влезает в головки. Вернее, он в самой головки влезает. А не влезает в дышло к головке токарного станка. Ну лучше менять их сразу оба. Наружный, внутренний. Потому что я внутренний поменял. И у меня где-то через полгода и наружный порвался. И уже как бы раз уж такое дело, думаю, давай поменяю внутренний и наружный оба. Купил я два пыльника сразу новых. И покажу я вам, как это все я делал. Конечно, может быть и молотком держало бы, если были бы нормальные мастера. Но в моем случае это было рукожопым мастера. Которые они мне молоток забыли в коржухе вентилятора, когда они забивали. И при сборке, чтобы долго не мучиться, одеваем пыльник на наружную часть привода. Затем смазку туда суем. И все это берем, засовываем в головку токарного станка. Зажимаем пыльник примерно вот так. Берем вторую часть привода и засовываем в пыльник. И зажимаем токарным станком. Вот этой штукой. Завальцевать, можно и забить. Не, не, забить вот было уже забито. Надо завальцевать. Берем. Берем пыльник. Берем. 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 Продолжение следует... 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 важный момент когда меняет пыльники вот если видите вот это место стерся пыльник вот здесь тоже немножко здесь тоже немножко ведь и вот прям видно канавка такая четко увидите и вот здесь тоже и вот здесь тоже вот так в общем это почему происходит вот с другой стороны видите он налетает на друг но друг на друга раз два три а наехал вот почему когда меняли пыльник вот тут даже видно вот край вот здесь видите край вот пыльник должен был стоять вот здесь они вот здесь ведь он на сантимус даже на полтора ближе к колесу и за счет этого он как бы но при повороте он при повороте он хиракс и крутится из живет его и не в общем это конечно такие вещи сами делать вряд ли будете но когда делают мастера обращайте внимание то как они сделали потому что это ваши деньги